Минная безопасность в Украине. ГСЧС создала сайт для обучения детей. В Украине запустили сайт «Все о минной безопасности», который предназначен для детей, родителей и учителей, поскольку практически 30% государства все еще загрязнено взрывоопасными предметами, об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на сайт, в ГСЧС напоминают, что ранее в Украине неоднократно были случаи минирования россиянами игрушек и других предметов, которые привлекают внимание детей, а следовательно, представляют большую угрозу их жизни и здоровью. Дети являются особой группой риска, ведь их любопытство или невнимательность могут стоить им жизни. Поэтому сейчас очень важно обучать детей и их родителей правилам минной безопасности, заявил директор Департамента предотвращения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Александр Чикрыгин, поэтому специалисты разработали ресурсы минной безопасности. Он содержит четыре раздела – для родителей, учителей, подростков и детей. В каждом изложены адаптированная в соответствии с возрастом информация о разновидностях мин и правилах обращения с ними. При этом в разделе для учителей можно найти методические рекомендации по проведению урока по минной безопасности и готовые презентации для учащихся разных классов. Минная опасность. В результате войны с Россией во фронтовых регионах остается высокой минной опасности. В связи с этим гражданских призывают – избегать неизвестных и непроверенных грунтовых дорог, не цеплять какие-либо подозрительные предметы, не посещать леса, лесополосы, поля, поймы рек и другие открытые пространства, особенно те, где шли бои, или находившиеся под оккупацией, в случае обнаружения подозрительного предмета сообщить о «находке» в ГСЧС или в нацполицию по телефонам 101 и 102. Напомним, что ранее в селе Русская Лозовая Харьковского района 73-летний мужчина взорвался на взрывоопасном предмете. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.